Итак, мы знакомимся все дальше и дальше с меридианами в классической китайской традиционной медицине, которая является базовой информацией для любого, который хочет познать или понять что-то в данной методике. Да и вообще, простому человеку нужно знать, что тело не только состоит из костной ткани и мышечной ткани, и из органов и крови, а также существуют еще меридианы, которых, увы, в школах нам не преподали, и когда человек заболевает, то это не всегда болит у него физическое тело, также может болеть и энергетическое тело, а может и не болеть, а просто сигнализировать нам, что нужно обратить внимание на тот или иной меридиан, о которых, увы, многие люди не знают и о которых, увы, многим не преподали в поликлиниках и медицинских учреждениях. Итак, мы рассматриваем меридиан мочевого пузыря. Как он проходит, как он простирается по телу человека, какие органы части тела он контролирует. Внимательно смотрим, делаем выводы и, конечно же, у вас появится масса вопросов, а в каком же состоянии данный меридиан. Это вы можете сделать благодаря диагностике в китайской традиционной медицине. Кто-то это определяет с помощью пульса, кто-то определяет с помощью иридодиагностики, а кто-то определяет с помощью опроса, осмотра, ощупа пациента. Кто как, у каждого своя методика. Доктор Константин о своей методике покажет вам более, чуть-чуточку дальше. Итак, мы рассматриваем, как же начинается данный меридиан. Он начинается у угла глаза внутреннего, проходит и контролирует на своем пути лобную часть, контролирует голову, контролирует боковые части головы, контролирует полностью шейно-затылочную область, контролирует седьмой позвонок, простирается вдоль позвоночного столба, то есть контролирует все 33 позвонка. Также контролирует плечи лопаточную область, лопаточную область, область почек, область толстого кишечника и тонкого кишечника. Область крестцовую мы видим, как проходит меридиан. Полностью крестец зависит от состояния данного меридиана. Спускаясь вниз по ягодицам, он контролирует тыльную часть ноги, он контролирует подколенную область, он контролирует и тоножную мышцу, ахилл и заканчивается на пятом пальце стопы. Итак, мы видим, как растирается данный меридиан. В нем самое больше акупунтурных точек, насчитывается 67. Данный меридиан прежде всего зависит от психики человека и влияет очень сильно на психику человека. Данный меридиан плюсовой. Данный меридиан прежде всего может своим дисфункцией отразиться на состоянии, конечно же, позвоночного столба и спины. Это то, что у человека может чаще всего болеть, а человек даже не может думать, что в каком же состоянии этот меридиан. Да и вообще не может знать или не понимать о состоянии данного меридиана. Методик по работе данного меридиана очень много. Первая методика – это точки ШУ, которые располагаются вдоль позвоночного столба и которые являются отводом избыточной энергии из органа. Да, именно меридиан почек, ой, меридиан, извиняюсь, мочевого пузыря прежде всего, что контролирует наши внутренние органы и является своеобразным, таким сказать, сигналом. Ну, например, вот болит у человека в области лопаток. Если вы внимательно посмотрите, какая точка там проходит, например, В-15, то это может сигнализировать о том, что идет заболевание сердца. Либо орган сердца сигнализирует, что надо обратить на него внимание. Если вы будете знать, в каком состоянии меридиан сердца и орган сердца, вы прежде всего сделаете разумные выводы и поможете с помощью акупунктурной точки либо данный меридиан восполнить, либо данный меридиан опорожнить. Это все может диагностика. Я в своей диагностике пользуюсь прибором доктора Константин, который прежде всего на первое место ставит что? Это диагностика 12 меридианов. Вот когда вы будете знать диагностику 12 меридианов, тогда вы сможете безошибочно поставить своеобразный вывод, скажем так, своеобразный диагноз глазами восточной медицины, но ни в коем случае западной. Я пользуюсь прибором доктора Константинова, который опробован более чем на 20 тысяч диагностик и который безукоризненно показывает нам, если цифры маленькие, то это недостаток, если цифры воспаленные, то это избыток. И своеобразные цифры, у которых есть коридор здоровья, который высвечивается здесь на табло, показывают нам, что меридиан в гармоничном состоянии. Что еще нам может поведать, о чем нам может поведать меридиан мочевого пузыря? Когда вы проходите диагностику, повторюсь, вы получаете диагностическую карту, в которой описано полностью состояние данного меридиана, что он контролирует. Вот здесь мы видим меридиан мочевого пузыря, он является в диагностической карте последним. И мы можем посмотреть, за что же отвечает данный меридиан. И здесь мы смотрим, что щека, брови, верхолба, первое, второе, третье крестцовое отверстие. Также здесь написаны все позвонки, задняя поверхность, воля, ножная лодыжка, пятка. Вот у кого трескаются пятки, у кого боли в пятках, у кого не работают икры, это детки с ДЦП очень часто обращаются на диагностику доктора Константина. Прежде всего надо знать состояние данного меридиана. Если вы приведете данный меридиан в норму, он ответит вам же гармоничным состоянием. Прекратятся боли вдоль позвоночного столба, прекратятся боли в позвонках, также уйдут межпозвонковые грыжи. Ширно-затылочная область перестанет вас беспокоить своим высоким давлением. Это все благодаря, если вы приведете меридиан мочевого пузыря в норму. Также вы можете из литературы доктора Константина, которая называется «Миссия 12 энергоинформационных каналов меридианных и акупунктурных точек» узнать больше о меридиане мочевого пузыря, который описан здесь более глубже для познания данной методики. Ну и тем, кто интересуется данной методикой. Я думаю, что каждому массажисту, костоправу необходимо знать обязательно, в каком состоянии данный меридиан. Почему? Потому что если вы не будете знать, в каком состоянии данный меридиан, возможно и массаж не поможет человеку. Возможно, даже если вы позвонки вправите, правильно не помогут человеку. А только при гармоничной работе данного меридиана сможет энергия течь, скажем так, правильно, гармонично и на своем пути. Что? Вытеснить всю негативную энергетику, которая пришла в наш организм и которую мы именуем как боль либо болезнь. Итак, мы познакомились с данным меридианом. Я думаю, вам информация была полезная. Если вам возникают вопросы, через мой сайт вы можете всегда на электронную почту задать вопросы. Доктор Константин с удовольствием ответит. Спасибо за внимание.